Когда мы людям говорим о милости, они смеются милости в лицо, хотя от них на расстоянии близости грех свой невидимый прицел навел в висок. Кто испытал ее прикосновение, уже не позабудет никогда. Она приводит души в изумление, но вряд ли объяснят ее слова. Она позволила глазам слепорожденного увидеть свет среди кромешной тьмы и подарила шанс для прокаженного оставить боли жгучие черепки. Она кому-то разрешила вырваться из осуждения озлобленной толпы, хотя вина не стоила той милости. Простив, сказала, больше не греши. Сквозь голоса внимала крику помощи, который людям так хотелось скрыть. Узрела красоту внутри чудовища, соединила то, что не соединить. Ей не платили за ее деяния, ведь нечего протягивать в ответ. Она, как раньше, шлет свои даяния и проливает безвозмездно свет. Ее солдат узнал в окопах проходящую, когда свинец рукою отвела. И нищему, с ладонью дрожащую, она на жизнь с улыбкой подала. Ребенок брошенный ее увидел мамою. Должник прощенный чувствовал ее. Кому-то подошла глубокой раною, чтоб уберечь от худшего еще. Она шагает в очень разных обликах. Во время разное является спасать. Но всякий раз приходит она вовремя, чтоб каждый милость в жизни мог узнать. Она умножилась и потекла потоком. Когда на крест Голговский поднялась, хотя до этого жила в ладони Бога. Ей захотелось всем дать небо часть. Когда мы людям говорим о милости, они смеются милости в лицо. Не понимают в глупости или в наивности, что Божьей милостью лишь живы мы еще. Аминь. Аминь. Аминь.